Привет, я Микит и СВ, а это обзор обновленной развязки, которая пришла к нам с патчем 12.4. Сейчас я постараюсь максимально быстро и коротко рассказать вам, что изменилось на карте и какие тайники и выходы добавились. Начнем с освещения. Само освещение на локации не изменилось, солнце как слепило, так и слепит, а темные углы все еще темные. Но по всей локации добавились источники, то есть лампочки, которые можно разбивать. Новая механика питания, которая заставит игроков бегать абсолютно по всей локации. Теперь, пока никто не нажмет рычаг на электростанции, киба и новые тайники будет невозможно открыть. Кроме МЧС, его можно открывать и без питания. Для того, чтобы включить электроснабжение торгового центра, нужно дернуть рубильник на ТЭЦ. После этого закрытые на ключ двери станут доступны, а также в некоторых магазинах заработает сигнализация. Помимо этого, при открытии кибы срабатывает дополнительная сигнализация, которая привлекает игроков и агрид-ботов, в том числе и килу. И если обычные боты не так страшны, килу вполне себе может неплохо настрелять. Так как сигнализация достаточно сильно давит на уши и ухудшает слышимость противников, разработчики добавили две кнопки для их отключения. Первый пульт находится над палатками перед Гошаном. Здесь, за круглым столом, появилась кнопка, отключающая сигнализацию в ультре. Но данная кнопка не отключает сигнализацию в кибе. Вторая кнопка находится в правых офисах Гошана, если смотреть на сам Гошан, в которой и находится пульт, отключающий сигнализацию в кибе. Поэтому, если не хотите привлекать внимание, не забудьте использовать пульт перед открытием оружейного магазина. Также на локации появилось три новых комнаты с лутом, для открытия которых требуется питание и новые ключи. Первая дверь находится над магазином Оли, напротив красного электронного магазина. Для открытия нам потребуется ключ от медсклада Ультра, а внутри можно найти различные медикаменты, в том числе дефибриллятор и Лидикс. Вторая дверь, а точнее контейнер, находится на улице со стороны Оли. За синим забором на стоянке контейнеров вам необходимо забраться к данному красному контейнеру и использовать ключ-карту 2.1.ws. Внутри присутствуют различные обвесы на оружие и оружейные ящики. Будьте внимательны, данный ключ имеет 15 использований. И последний тайник имеет целую цепочку действий. Для начала само собой питание. После этого нам необходимо подняться на верхний этаж Ультры и найти бургер-спот. Он находится над Гошаном. После чего нужно зайти в туалет, поднять писсуар и приложить ключ-карту 1.1.sr, которая также имеет 15 использований. Данное действие открывает дверь на парковке, которая находится слева от дырки возле кибы. Внутри этой комнаты также можно найти различные обвесы, еду и другие ценности. Но это еще не все. В данной комнате имеется рычаг, который открывает контейнер с другой стороны парковки. Данный контейнер находится возле электростанции. Оружейный тайник, который также имеет пару ящиков и различные обвесы. В комнате с рычагом также имеется кнопка, которая закрывает дверь. Это один из трех новых выходов с локацией. Второй выход, лагерь диких, находится на шоссе напротив главного входа в Ультру. Для данного выхода нам необходим проводник Дикий Игрок. И последний выход, дыра в заборе между электростанцией и КПП МЧС. А для того, чтобы туда пролезть, нам необходимо скинуть с себя рюкзак. И на этом все. Не забудьте подписаться на канал и впендюрить лайк этому видео, если оно оказалось для вас полезным. Также заходите в наш Дискорд канал, где много всего интересного, а также уведомления о новых видео и прямых трансляциях. Ну и самой собой заходите на эти прямые трансляции. А с вами был Микки ТСВ, спасибо за просмотр, всем удачи, ключи подешевле и прямых вам рук.